Шоколадный пудинг Delivered How Country House Hotel В состав пудинга входит 4 сорта биргейского шоколада, который считается лучшим во всем мире Пудинг пропитан взбитым кремом, в состав которого входят апельсины и персики, а также виски Конечно же, пудинг покрыт съедобным солодом, а также вымощенный в доме в шампанском и фрой Все это произведение искусства выполнено в форме яйца фаберже, верхушка которого украшена настоящим бриллиантом в 2 карата Номер 2. Итальянский белый трюкель Альбы В общем, приготовила себе такой ланч, легкий ланч, чай, корона Российской империи, сухой завтрак, такие вот дела, с сахарным тисочком Ох, кафе, ресторан, лакафе до бьюти Татьяна Салманы Макту Санцы Попробую кушать Ближе к балконе, ближе к воздуху Хотя и здесь у меня тоже открыто Окно открыто Окно открыто Мне так М記е Продолжение следует... 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 нам посмотреть сначала. Так что вот, вот так очень интересно. И как вот цветы мощи, знаете вот, я вам уже рассказывала историю. Привозили в этот монастырь, в Санкт-Петербург, эти святые мощи, как там, на московском, по телевизору даже показывают какие-то известные такие. Вот всем они помогают и всем они помогают. А вот из этого монастыря звонила там такая Зина, мамин еще школьная подруга, моя мама Тамара Петровна. Она иногда звонила из этого монастыря, там вот общественный телефон. Подошел Юрий Анатольевич, вот там у нас, знаете, такой телефон был, стационарный, с определителем номера в той комнате без балкона. вот. И Зина стала им сразу говорить, что вот такое событие, мощи привезли. В общем, как-то вот это вот стало его просвещать. Вот. Она позвонила поделиться такой новостью, что, ну, может быть интересно. Вы поняли, да? Я просто наблюдала, как он разговаривает. Он поднял трубку и что-то сказал, типа, алё. А там, я так понимаю, она стала говорить, что вот Юры там вот это привезли, там вот эти вот цветы и мощи. Ну, вы поняли, да, такое вот это. Она что-то ему говорит, потому что он это слушал несколько минут. Молча. Он слушал это молча, а потом ей говорит, вам Таню позвать. Ну, что я оставала в деле? Она сказала, да. Да. Ну, я подошла в телефон, и она мне, наверное, все то же самое. Стала говорить. Советовала читать какие-то псалмы, по-моему, 27-ой еще какой-то. Ну, вы really get there. Но ещё какое-то. Понимаете? Продолжение следует... Конечно, если бы она позвонила и сказала, что да, привезли мощи, и вот она прикоснулась к этим мощам и исцелилась, ну вы понимаете, да? Есть такая книжка, христианская, по исцелению, в суток местах. Можно разное говорить про... Просто, если вы там посмотрите в интернете, там разное говорят про сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Я на весь сеанс ходила больше 13 лет. И долгое время в мюзик-холле сидела женщина с одной и той же женщиной рядом. Такая женщина из Гатчины. Так что вот. У нее были разные события. Она мне иногда поведала, что ее такие разные события жизненные. Так иногда мы с ней пару раз разговаривали. Так, конечно, молча. Понимаете, там приходишь, там за 20 минут до начала сеанса, садишься и уже начинаешь, уже, так скажем, принимать свою энергию сотворения. В общем, как-то вот это вот. Там как бы люди тихо, молча, то есть, как бы вот это вот. А после сеанса уже некогда, уже домой надо. Уже быстренько, в темпе вальса, бегом, ну не то, что бегом, а так быстренько, на метро. Так вот, эта женщина мне сказала, что, во-первых, она там исцелилась из какой-то такой практически неизлечимой болезни, что ей стало намного лучше. И она излечилась. Потом она нашла себя в творчестве. Нашла себя в творчестве. Вот. Вот так. Ну не буду говорить в каком, просто подумала, что, может быть, я как-то вот так вот сказала, что она вот это вот. Да, она рассказывала про свою творчество, такое прикладное, и стала преподавать, даже ездить за границу, в Финляндию, преподавать это. И вообще она такая увлеченная. Пенсионерка. Даже свои творческие работы мне дарила, когда я ужала ваниль. Ну, на ключом. Нет, просто, понимаете, вот тоже конкретный результат, понимаете, вот конкретный результат. И это, конечно, работа ее, то, что как бы она вот на сеансе, и, в общем, буклеты, и водичка, и там, конечно, там эти исповеди, и как бы это может быть много лет работы. Там же и книжки, много книжек у Сергея Сергеевича, и энергетические упражнения, там же специальные упражнения нужно там делать, кто хочет, там, энергетическая зарядка. Так что вот, это результат, я так думаю, что многолетнего труда. Так. Продолжение следует... 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 Я просто к чему, я просто делаю определенный вывод. Я же взяла, что он вам надоест. Я же не знаю, как это сказать позитивно, какое-то такое он сделает. Ну давайте чем-нибудь таком. Просто я же хочу отметить, понимаете, такой момент очень интересный. Тот, кто вообще, ну вы понимаете, да, вот это все негативно. Вчера я вот эти видео снимала, в общем, негатив как-то я так опустила. Вот там вот за мир, знаете, помолимся за мир во всем мире. То есть вот это вот, я думаю, как сказать так, да, позитивно на эту тему. Понимаете, вот насколько вот такой вот был, да, вот представить, и вот такое она ему сказала, плохое, и трогать он ее не стал. Вот обратите на это внимание. это очень такой важный момент. А вот эти вот, знаете, цыган, евреев, короче, там еще есть, у кого-то там вот эти вот. А еще в этом фильме показано, что когда она вышла замуж, ну там, и она встретила вот этого мужчину, он такой вообще солдат, очень такой вот вообще, ну вот. Ну солдат ее как там, ну в общем, такой симпатичный, ее муж там. Ну в общем, маманша его была недовольна. И ходила всяческими способами, там показаны фильмы, от нее избавиться. Она ходила всяким бабкам там, этим колдуньям, вот. Ну так, чтобы и сделать, чтобы она, короче, убралась из дома. Они так очень бедны. Там показано, что очень такая бедность, бедность была. Очень такая бедность. Так там показано в фильме, что там одна вроде как взялась, а потом все, короче, просто, знаете, ее там, как говорится, просто, знаете, вот это вот, выгоняли и говорили, что даже разговаривать не будет, не то, что что-то делать. Так что вот. Вот такие вот дела. Так, сказать, позитивно, это я сама она придумала. Я просто прошу отметить, понимаете, вот такое вот, вот такое, знаете, я просто на это очень сильно обращаю внимание. Вот. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Париж, 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 Париж Что у нас хорошего? А, книжки, позитивные книжки Сейчас я буду это видео уже загружать И так вообще книжки, книжки Сейчас буду читать книжки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ох, ну что тут у нас? Магия под соотнами Ах, горячие секреты великолепного секса Ох, ну да, какая тематика Еще нужно как-то еще как-то там Удобненько, удобненько устроиться Супер удобненько Габриэль Мориси Габриэль Мориси Ну они наверное поняли, да? Я скажу метафорично Они не хочется понимать Чай там, вот это Они на меня поняли Город я уже как-то там это назвала Вот это такое, в общем как-то вот это Вот это вот, ну да Ну а то, что случилось, знаете Вот ее там, это сын из квартиры Ну они там сами знают, правда? Ну и все И ладно И закрыли волшеб, правда? И закрыли волшеб Искусство ради секса Хвалите своих возлюбленных Корзина лакомств для любовников-гурманов Ах, да Виртуальное свидание Гиперсекс Гиперсекс Ну что такое интересное? Я даже не знаю Такое еще не читала Правило безопасного гиперсекса Гиперсекс Это не только грязные беседы Виртуальном чего-то А грязные беседы Виртуальные подглядывания Грязные беседы Ах, да Кого-то будут буждать Грязные беседы Ах, это секс по телефону Все Негатив, короче Вот это у нас все Ой, все Сколько хорошее Такая жара А, еще, знаете, как будто бы здесь вот эти вот Смотрите А, знаете, вот этот вот Знаете, вот этот вот Секс по телефону Да-да Интересная тема, кстати Что тут грязные беседы и подглядывания? В интернете очень большой популярностью Пользуются чаты свиданий Которые представляют совершенно другое Направление сексуального самовыражения В интернете столько же флиртов Сколько и чистого секса Ах, по флиртам Продавать в интернете И секс в интернете Ох, ну да Гиперсвидания Это у меня там будет же интересно Я даже не знаю Знаете, что у меня такое вот это вот Грязные беседы Ну, грязные беседы о сексе в интернете Вообще, Татьяна Салмана хотела очень интересную тему Знаете, мы с вами обсуждаем разные темы Ах, это лакопеда бьюти Ну да, эти рейтинги Мне нужны рейтинги, понимаете Эти рейтинги, чтобы зашкаливать Мне нужно это зарабатывать, понимаете Вот это вот, деньги на моих этих видео Эти большие, короткие деньги Эти миллионы долларов Так что мне нужны, знаете, вот это вот Мне нужна вот эта вот популярность Поэтому нужно говорить, конечно, вот это вот Про Золушку Смотрите Я вот эти подумала Вот эти вот все сказки заканчиваются Вот эта Золушка И вообще какие-то вот эти вот И жили они долго и счастливо Вы понимаете? Если вы вообще вот как-то вот это вот Вы понимаете, да? Я по поводу вот этой любви, интимности, жизни и так далее Я, в общем, хотела, знаете, вот такую вот эту тему Знаете, вот такую вот Потому что мне кажется, что какая-то Такая вот, знаете, жили долго и счастливо Знаете, вот такая вот сказка, сказка Вот это показывают Вот, а, немножко там у меня это дверь А, свети ветерок Подул ветерок Вот А на самом деле Желания у всех разные Вот И какие-то такие вот эти интимные темы Они могут очень отличаться От какой-то вот такой вот этой сказочной пьеры Вы поняли, да? В общем, как-то так Я, знаете, хотела такую вот тему Но я еще не думаю, как это вот сказать Ну, давайте почитаем Давайте сейчас изучим, что пишут Вот Значит, так Что тут? Множество способов Значит, так Существует множество способов встречи людей в интернете Существуют чаты Тематикой которых является подборка виртуальной пары для свиданий Только разговоры о сексе А также другие несексуальные чаты В которых общение людей с общими интересами Заканчиваются плиртом И совместным переходом в приватный чат В приватный чат Ну да, можно с вами приватно початиться Это поговорить грязно о сексе Ну, нужно учиться А вдруг ты вот так вот Понимаете, вдруг, знаете, будут какие-то вот такие Скажут Вот это вот Можно вот что-нибудь там такое А я даже не знаю, с чего начать Сейчас ты сама на все изучишь Сейчас я посмотрю, что там за эти грязные чаты Хотя я не знаю Что там за интернету посмотреть Чтобы иметь представление Вот там мужчина Ах, сейчас я буду впечатляться Ах, это, наверное, тот же Мужчина все тоже с бородой ходит Ах, эту черную машину он сел Там такой мужчина сел в эту машину Там больше никого нету Ах, ну ладно В общем так Что тут дальше пишут? Два человека, которые познакомились в чате Могут продолжать гиперосвидания На более интимном уровне С помощью программы MSN, курьер Два человека могут общаться между собой Одновременно посещая другие сайты Как интересно А что, он уже уехал? Он как-то быстро Он как-то телепортировал Этот мужчина Я пока вот эту строчку читала Он успел уже телепортироваться Вместе с этой машиной И он еще выезжает Нет, он куда-то исчез Ну да, этот мужчина исчез Может быть он в Дубае Он, знаете, похож Может быть он в Дубае появился В общем, если вы увидите Мужчину на черной иномарке Такой с бородой Ах, симпатичный мужчина В Дубае За мной каждый второй такой Он, правда, он такой чувствует, что телепортировался Я пока строчку читала, смотрю, его нету Вместе с машиной Ах, да Сначала Салмана просто шутит Шутит она Значит так, что тут про чаты Киперчаты Одновременно другие сайты Виртуальные, влюбленные Могут назначать свидания На конкретное время Отправлять срочные сообщения А затем приглашать друг друга На тот же сайт Вы можете пойти в музей Посетить сайт Рок-музыки Смотрите, как интересно Попутешествовать по сайту разных стран Посетить танцевальные Видеосайты Прослушивать песни Просматривать Анонсы Кинофильмов Учиться готовить Экзотические блюда Смотрите На кулинарных сайтах Смотрите, как это Виртуальное свидание И безопасно Смотрите Виртуальное свидание И безопасно Узнать об исторических личностях Или Посетить сайты Сексуальных приключений Ох Сайты сексуальных приключений Вот куда надо А что-то я там Вот это Какое-то там Начала С чего-то там Такого На зарядочку Нужно поставить В мой ноутбук Ну ладно В общем так На На своем виртуальном свидании Вы можете посещать Любые чаты Совместно Познавая мир И наслаждаться Новыми впечатлениями Сайты Сексуальных приключений Что это они имеют в виду? Так написано Расстраница 264 Такое Виртуальное гиперпространство Виртуальное свидание Да Виртуальное свидание Что-то как-то Я даже вот Задумалась И знаете Я так думала Какая-то такая переписка Еще что-нибудь там Что-то подписать Вот это А тут смотрите Какой вообще Вот этот Вот Кстати Прочитал полстраницы И уже Кстати Голодейшая информация Уже какое-то Что-то там такое Значит так Я встретила парня в интернете А знаете Давайте я ближе туда Ближе вот к этому Вот нужно Наверное подключиться Просто хочу поставить Вот это Тогда мне нужно Ну сейчас Мне нужно подключиться Во-первых К зарядочке Сейчас все организую К этой зарядочке Больше подключить Эту штучку Сейчас Сейчас Эту штучку Туда Ах Эти виртуальные Свидания Ах Эти мои фудорги Они Фудорги Они охраняют Эти фудорги Они охраняют В общем так Ладно Эту штучку Сейчас я сюда Пока запоставлю Это куда Сюда Поставлю Ах Тут немножко Жара-жара Жара-жара А этот Принести-то Зарядочку Зарядочку Где тут Зарядочка Какая была Туда Сп Technically Зарядочку Ч책 Ор excited Зарядочку З Sherlock 3 1 2 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Книжка из моей библиотеки... Продолжение следует... 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 Преимущество флирта в интернете является легкость отказа. Сейчас еще чайку себе, еще понесу чайку, момент, понесу чайку, чтобы знаете, что да, прохладненького нальем тут, прохладненького, то конечно будет жара-жара, мы должны еще это, в туалет хожу, чайку принесу, так что вот сейчас. Преимущество флирта 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 Играет музыка. Ну что, а что в этой книжке пишут? Сейчас мы сейчас дочитаем. Хотя, знаете, вот эта вот книжка, вот эта вот мебеля Василия Двинулась, у меня эта мебеля, вот эта книжка стояла, знаете, вот эта вот украшалась. «Секреты секса», она давно уже украшает, у меня мебеля. И она, мишка, упала, эта книжка, в своей библиотеке «Секреты секса». С вами я, Татьяна Солбановна, Гатун, Сара. Так, можно это как-то вот так. Значит, автор, кто здесь автор? 1997 год. А, что она какая-то такая, непонятно. 1996 год. Какие там секреты секса? «Половое влечение», «Любовь». А, еще, знаете, они сейчас, это вообще какая-то такая книжка. Откуда она вообще взялась? 1996 год. Я ее купила, наверное, увидела там вот это вот. Ну, смотрите, давайте, вот что там откроется на какой-нибудь странице. Давайте вот эта вот, какая еще пожелтевшая. Что-то как-то вот это вот. Давайте откроем. На чем она откроется? Как использовать дау-любви для практической жизни? Получается, и в 97-м году, в 96-м году писали о дау-любви. Книжка, смотрите, каких годов. Как-то тем самым нужно как-то тут устроиться, мне тут удобнее, знаете, наслаждаться жизнью. Дау-любви. На дау-любви она открылась. Дау-любви секса. Кому принадлежит фраза? Ну да. Кому принадлежит фраза делать не стыдно, а говорить непристойно? Дорогие телезрители, а вы как считаете? Кому принадлежит эта фраза? 30 секунд вам на ответ. Эта фраза принадлежит Марку Тулию Цицерону, жившему еще до нашей эры. И относится она к интимной жизни человека. Действительно, делать все, что вам хочется, не стыдно. А вот рассказать в обществе об этом, обсуждать непристойно. Если так считали древние, почему бы этому правилу не следовать и нам? Интересно. Сколько существует различных вариантов позы мужчины сверху? Вот кто как считает? Сколько таких поз? Это будет секрет. Такое счастливое число. Насколько полезно на практике дао-любви? Это китайская сексология. Цель дао-любви – помочь каждому человеку понять себя. Смотрите, как пишут. По цели дао-любви – помочь каждому человеку понять себя. Многие мужчины боятся женщин. Тогда тайно, когда открыто. Боятся, к примеру, что женщина, обнаружив у мужчины мягкий половой член без эрекции, потеряет к нему уважение как к человеку, как к партнеру. Дао-любви утверждает, что любой мужчина может управлять своей эрекцией так, как ему хочется и всегда в состоянии удовлетворить женщину. Это страница 405-я. Здесь отвечают на вопросы, задают вопросы и отвечают. По учению дао нужно безгранично любить Вселенную и все живущее в ней. Человек не имеет права разрушать свое здоровье курением, наркотиками, алкоголем, неправильным питанием, нездоровыми привычками. Только соблюдая все правила жизни, он сможет применить учение дао – практики секса. Смотрите, как интересно. Даосизм. Смотрите, можно было еще в 96-м году прочитать, столько лет назад. Даосизм. Настоятельно рекомендуют каждому развивать вкус к прекрасному, вести здоровый образ жизни, уметь наслаждаться зимными и небесными радостями. Врачи-даосы считали, что занятие сексом то же естественно для человека, как то, что он спит, ест сам, то есть это нормальное проявление в физиологии, биологии и психике. По дау-любви мужской оргазм и эвакуляция – это не одно и то же. Оргазм человек может испытывать без эвакуляции. Дау-любви написано апоэтизированным языком. Многие наблюдения даосов и сегодня не выглядят анахронизмами. Для исследования дау необходимо уметь расслабляться, быть естественным. И только тогда можно обрести бесконечную силу, которую дает та любви для интимной жизни. Мы просто, знаете, вот над многими вопросами не задумываемся, но, в принципе, кому-то, может быть, это вообще неинтересно. Но, понимаете, вот представьте, понимаете, вот раньше, там, вот, 500 лет назад, сколько, знаете, были какие-то гаремы. Понимаете, эти гаремы, этих патишахов, шахов, патишахов. И там было, в принципе, огромное количество женщин, кстати, которых, в том числе, учили искусство любви. Вы поняли, да? То есть, получается, что вот там вот, где вот эти вот, я, ну, я говорю, что были, потому что, в общем, как-то, ну, из того, что, знаете, я основываюсь это вот на этих фильмах, что я смотрела и так далее. Я думаю, там, если за интернет, это особо какой-то такой, в принципе, особо сильной какой-то тайной информации, я особо не нашла по этому поводу. Но я вот так вот просто рассуждаю на эту тему. Вот. Получается, что там владеют. И наверняка эти секреты дошли до наших времен, ну, там, я не знаю, где вот, в тех странах. Наверняка они передавались с поколения в поколение, и они владеют определенными секретами. Просто представьте, такое количество вообще там, понимаете, женщин, понимаете, такая вообще, отбирали лучших, вообще конкуренция. Вот. И представьте, понимаете, там были такие, в принципе, там, молоденькие в основном девушки-то. Материк молоденький, во-вторых девственница. Откуда она что может знать? Откуда она может быть, ну, вот просто вот так вот подумать, поассуждать на эту тему. Ну, как она может быть такой вот искусницей, вообще искусной в любви, в свои там, ну, вы поняли, да, она совершенно такая, очень молоденькая. Как она может быть искусственной, знать какие-то секреты, если, в принципе, у нее опыта, если не просто в принципе, а если опыта у нее не было, секреты она должна знать. Если она хочет, понимаете, там, это, задержаться, и, в общем, как-то вот это вот, быть повариткой, ей нужно быть лучшей. А как она это может сделать? Ну, хорошо, предположим, там какие-то вот эти вот рукописи, дали, почитали. Одно дело почитать, мы с вами уже это обсуждали, такая интересная тема, правда? Одно дело почитать, другое дело знать, как это применять. Ну, вот, они владеют знаниями, но молчат. Ну, а что я не буду вам рассказывать? Я просто задумываю. И, кстати, ни в одном фильме это не показано, это не показано, все эти вопросы, они как-то, знаете, обходят стороной, поскольку, ну, наверное, знаете, такие очень, может быть, это какие-то секреты, которые показывать нельзя, и потом он такой интимный. Понимаете, если в сериал включить, получается, получается такой сериал 18+, да? Поэтому создатели каких-то таких фильмов, сериалов, они эту тему обходят стороной, знаете, вот что-то там такое, спальня закрывается, а потом уже они выходят из спальни, ну, как обычно, знаете, такой вот, какие-то, знаете, вот это, Татьяна Салмановна хочет быть еще, знаете, за великой актрисой, певицей, так что вот. Я изучаю вот это вот актерское мастерство по ютубу, по ютубу, по интернету, что там показывают, вот. Такие обычные сцены в таких вот фильмах показывают, знаете, просто кажется, что такое красивое, какой-то такой момент, это спальня, а потом уже утро, понимаете, потом они уже проснулись, и они уже вот, ну, вот так вот, вот так вот это обыгрывается, вот. Ну, это же вам не какой-то там вот такой фильм, но, с другой стороны, да, может быть, и создатели-то особо не знают, откуда они могут создать какие-то там такие супер, ну, какие-то секреты, в общем, как-то вот так, но интересно, правда? Ну, хорошо, что тут еще пишут? Конечно, да, у любви сегодня представляет интерес в практическом отношении, но учтите, да, у любви, женщина, рождена востоком, и его философии, системы воспитания отличны от европейской, поэтому далеко не все мы сможем и захотим применить в повседневной жизни. Как использовать советы, да, у любви для практической жизни? Я процитирую несколько толкований, как понять некоторые движения женщины, когда мужчина предпринимает попытку тесного контакта. Что такое? Это же цитата? Давайте посмотрим, это что, сборник или это чей-то? Что это такое? Издательство АВЦ «Самара», 1997 год, консультант, кандидат медицинских наук Калашникова Зинаида Васильевна. Составление издательства АВС, оформление АВС. Это, знаете, эта книга, вот, консультант. У этой книги был консультант, кандидат медицинских наук, вот, Калашникова Зинаида Васильевна. А так она составлена, эта книга, издательством. То есть эта информация взята из других источников, я понимаю, да, как из каких-то других источников. Просто удивительно, такие вот, вы знаете, из этих вот времена, начала перестройки книги, желтая книга, кстати. Спасибо. В общем, посмотрю, что тут еще такое. Здесь вопрос-ответ, какая интересная такая вопрос-ответ. Ну, давайте туда про чаты, вот это вот. Что такое мультиоргазмичность? Это способность женщин в течение одного полового акта, несколько актов, решить оргазм. Их так и называют, мультиоргазмические женщины. Представляете, страница 452. Да, что тут такие интимные вопросы. Я на это как-то просматриваю, про листываю. Давайте лучше-то, да, к этому, к флирту, в общем, к флирту. Как это, что дальше, что же эти? Много всего, знаете, эта книжка, как раньше книжки такие писали. Знаете, я таких книжек не упускаю. Вот. Знаете, еще книжка такая советских времен, по типу советская энциклопедия. Книга о человеке. Да. Высказывания, выдающихся мыслителей прошлого о любви, браке и нравах. Ну да, такие вот раньше книжки были. И мелким шрифтом. Они бы еще меньше, зато, знаете, сколько написано, сколько информации. Можно подчеркнуть. Ну как же, меньше читать, больше думать. Меньше читать, больше думать. А, здесь такие всякие интимные подробности. Всякие тут ласки. Ох, чего, куда, чего, куда делать. Это что тут такое? Ну это надо. Ну да, вообще в этом что-то есть. Знаете, вот это вот одно дело. Знаете, как-то принято заниматься одно. Попробуй об этом поговорим. Как картинки на нас посмотришь. Я даже не знаю. Поэтому, конечно, получается по интернету это проще. Знаете, по интернету, понимаете, а вот так вот воочию, понимаете, с кем-то воочию, понимаете. Вот так вот. Еще какие-то вот эти темы. Сейчас я как-то пролистнула эти позы, понимаете, еще как позы показаны. То есть на самом деле, в общем, получается, Камасутра, Сутра, Сутра, Камасутра. Всякие вот эти вот выбор позиций. Так что вот для этого и предлагаются вот эти виртуальные свидания, которые могут перерасти, в общем, давайте сюда, к более вот этой книжке, что тут дальше пишут, значит, так, виртуальный отказ, преимущество флирта, вот эту книжку теперь читаю, вот она, книжка, виртуальный отказ, преимущество флирта в интернете является легкость отказа, Прямым отказом является тот случай, когда вы становитесь дерзким и ругаетесь, как извозчик Недостаток этой формы в том, что в случае отказа на гиперсвидании люди становятся достаточно грубыми, наиболее простой формой отказа по электронной почте является акт виртуального исчезновения, такое виртуальное исчезновение Отсутствие ответа на электронное письмо или невозможность отправить свое письмо из-за того, что ваш адресат закрыл свой счет Это то же самое, что он сказал, что позвонит и ни разу не позвонил Ну, понятно Так, что тут? Примеры приводятся? Гиперошибки Гипердевочки, гипермальчики Не знаю И получается им как-то интересно, что тут задумывалось Подумают, что какой-то виртуальный, какой-то виртуальный, кто-то виртуальный А где там уверены, что этот мужчина будет виртуальный? Что это мужчина у нее был виртуальный, если это девушка? Где у вас гарантия, что вы чатитесь и вы в какой-то музей, книжку читаете не с женщиной Например, если это девушка, женщина, а с мужчиной И если вы мужчина, надеетесь, что на той стороне вы там в музее, книжке, еще что-то, девушка А там может быть такой мужик сидит Какой-нибудь пенсионер скучающий, которому делать нечего Смысл какой? Вот в чем вопрос Вы надеетесь, что там привлекательная девушка Такие прям вот это вот, все там вот это вот А там какой-нибудь пенсионер сидит, а где чего делать Чатится, пишет, что он такая вот это вот, помыла Андерсон Вот С вами сейчас вот это вот там в музей она пойдет Смысл какой? Можно и самому это все изучить, музей там, вот это, что время-то тратить Мир изучать с пенсионером, который там и да Или там, знаете, спецслужбы сидят Если хотят, знаете кого-то, если кто-то такой из этих известных Целая, знаете, все спецслужбы будут работать Вот это вот Вам это чатится, ну типа я там вот это вот, секс по телефону Если они обнаружили кого-то известного Там целая спецслужба подключится И будут там это, в общем, целый отдел будет работать Что как будто бы это Мерлин Монро Так подключат этих психологов Вообще таких специалистов, так подключат Как этот был? Как? У Петровича, который писал писем Ох, вам секрет Татьяна Салмановича сейчас раскроет Все нормально, как все же ты вообще нормально Такая села вообще, на самом деле Вот села, в общем, вот такая вот Расслабила Ну что, но что ей даже надо напрягаться Ногу на ногу В общем, вот так, ну красивенько Ну что, я там, вообще, ну что в купальнике Вы знаете, теперь я Тупо я была, знаете, вот эта вот С верхом, теперь, знаете, там у меня Как-то нечу, в общем А, может быть, одеться, знаете, может быть, одеть этот Бюстгальтер может быть мой купальник. Знаете, отплатьится свободно, а он, знаете, такой продувается. Хотя не знаю, где у нас это проветривание-то вообще. Я так все это открыла. Что по поводу ветра-то? На чем я остановилась? Что такое интересное? Ну ладно, давайте вот это посмотрим. Что такое интересное это было? Все, отвлеклась, называется. Ну это надо? Да, отвлеклась. А, вот эти, да, вот эти спецслужбы, спецслужбы. Короче, вот это вот, да. Что это? Какая мысль-то, гениальность. Какая-то гениальная мысль летала. Гениальная мысль. В общем, короче, вот это отвлеклась я тут на что. Гениальная мысль. Предстрастие к киперсексу. Электронный свист. Электронные постельные разговоры. Так, для партнеров, находящихся далеко друг от друга, или просто для пар, желающих отправлять любовные послания в течение дня, электронная почта представляет возможность мгновенной передачи сообщений через интернет в любую точку земного шара. Пара отправляют взаимные, взаимные сексуальные приглашения в надежде завести друг друга, чего там, а, завести друг друга к будущей ночи, горячие словечки, признание в любви друг к другу. Ну, это вот более, вот это вот более, знаете, вот актуальное. Более прогрессивные из них используют такие цифровые видеокамеры для усиления впечатлений от своих постельных бесед, ощущая при этом, благодаря интернету, тесный контакт друг с другом на расстоянии многих километров. Чего они используют? Более прогрессивные из них используют также цифровые видеокамеры для усиления впечатлений от своих постельных бесед, ощущая при этом, благодаря интернету, тесный контакт друг с другом на расстоянии многих километров. а вот что я очень хотела сказать, я вчера это видео засняла, потом такая сижу на моем гранд ресторанте, там, в общем, так, ну, я немножко там по поводу, не буду повторяться, в общем, сказала, показала мое это видео, которое я там до засняла, и потом, знаете, вот это вот уже мой такой поздний ужин был, как в Парижах, моего там ресторанта, я вам сказала, что то видео я засняла для Михаила Маратовича, так что вот, я там на такую фразу говорю, вот, но это не нужно, это нельзя понимать буквально, понимаете, я так сказала, конечно, но это был, знаете, такой намек, вот, Ну, да, это был намек, потому что Катя Салмановна не ждет, и что там уже написала грант от АТАФАК, вот, так что вот, и такие вот дела. Поэтому Катя Салмановна там очень мило намекнула, показала, вообще, вот, как вот это вот, эта школа очарования, вообще, вот эти вот, эти ретриты, вообще, вот эти вот, так скажем, эти стихии, вот этот, смотрите, у нас этот воздух, понимаете, душ я уже шикарный приняла, понимаете, вот этот вот воздух, солнце, вот, ну, и земля, Катя Салмановна прямо по такому, у меня цементный пол, прямо в этих шлепках, так что вот эти стихии наполняться энергией, вообще, вот эти стихиями, вот, и чакры-чакры. И вот страница, 279-я, я хочу стать порнозвездой, входа и выхода в порноиндустрию. Смотрите, кому интересно, вот здесь пишут, что тут пишут про порнозвезд, искусство создания клубнички. В Австралии производства порнофильмов практически нет. Существует ли книжка в низких компаниях по производству порнофизической продукции фильмов, поскольку рынок сбыта очень небольшой. Это обусловлено главным образом тем, что спрос на австралийскую порнопродукцию невелик. Австралийские порнофильмы могут принести доход только на заокеанском рынке, но порнопродукция, произведенная в Австралии, редко выходит на запределы подпорья. Цензура в Австралии очень строгая. Из всех фильмов с постельными сценами решается только производство фильмов категорически мягкая порно. На фоне огромного зарубежного рынка жесткой порнопродукции, австрийская мягкая порно незаметна. Это не значит, что австралийцы не любят свои порнофильмы. Они их очень любят. Заказ секс-порнофильмов по почте – очень обширный бизнес. Мужчины, женщины, супружеские пары из разных штатов страны заказывают порнофильмы, хотя в основном это фильмы импортные. Я говорю про австралийский, какие-то где-то знают, еще что-то там. У них своя какая-то классификация кому-то, интересно, я же не поняла. А, смотрите, что является просто вот это вот. Смотрите, что является жестким порно, что не жестким порно. Это вообще, кстати, интересно. Сейчас я вам почитаю. Страница 282. Вот, что запрещено в Австралии. К запрещенным сценам относятся перечисленное не все. К запрещенным сценам относятся перечисленное не все. Я не поняла. А что? Получается, зарубежные порнофильмы категории Х запрещены в Австралии. Главным образом потому, что в них содержатся сцены насилия. К сценам насилия, запрещенным в Австралии, как в порнофильмах австралийского производства, так и зарубежных порнофильмах относятся любые виды явного или подчеркнутого насилия против женщин или мужчин. Такие как изнасилование, групповое изнасилование, секс, гирс, господа и рабы, секс с животными, фактишизм, ветер. Подул ветер, сильно подул ветер, и стали там облака, появились облака, подул ветер. Чего там еще? Сцены, ну это вообще, ну да. Оружие любого вида формы, агрессивная грубая речь. Смотрите, агрессивная грубая речь запрещена. Поливание кожи горячим воском. Запрещено в Австралии в порнофильмах. А это мне вообще вам не почитать. Я не знаю, на ютубе это разрешено, а то мне этот ютуб вообще скажет, что вы тут делаете, салманы тут отчитаете. Это я читаю, что запрещено в Австралии, это книжка. Вот, смотрите, я вам покажу. Вот, товарищи из этого, как называется, вам тут видно, с ютуба книжку читаю. Они там уже воды налили, уже искупались, там уже, знаете, уже налили воды, уже искупались, им жарко. Ну да, они уже думают, что они в Таиланде, прямо уже в Таиланде думают. Вот. Вообще, короче, прочитав вот этот, понимаете, прочитав этот список, я просто вообще в шоке. Я не знаю, я прочитав вообще этот список, это я вообще вам прочитать не могу, я вам там показала. Я читаю эту книжку, изучаю. Вот, смотрите, вот книжка из моей библиотеки. Я вообще просто прочитала, я просто в шоке, то, чтобы это посмотреть, это нужно 3Х. 3Х, Юрий Анатольевич интересовал. Таилан Талмана, то ли в 16-ом году, в 16-ом выкинула в помойку, целую подборку, там, знаете, в фильмах 20-ом, целая подборка такая была. 3Х, только там иксо была. Такая там вот эта вот, на самом деле. Ну да, там можно было, знаете, подобрать с помойки, понимаете, иногда вот. Некоторые ходят, знаете, вот это вот, интересуются. Прямо они так и полетели туда, вот, в помойку. Такие вообще просто вот это вот. Чего там? В любом фильме, импортированном для распространения в Австралии, эти сцены вырезают. Либо в фильмах запрещено. А почему именно в Австралии? Я не поняла, а что в других нормально, что ли? Про Австралию здесь пишут. У них даже своя категория, если это R называют, в Австралии, там что-то такое пишут. Но я-то когда мне особо неинтересно, думаю, что там, может, в других это разрешено? Эротика без насилия. Тема порнографии и насилия является предметом бурных споров на государственном уровне. Сейчас посмотрим, что ты такое хотела сказать-то? Слушайте, мысль-то была гениальная, куда-то улетела эта мысль. Так, ладно, в общем, короче говоря. Безумные ночи. Тут какая-то голова безумная, но все, можно тепло посмотреть, прежде чем ты думаешь. Прежде чем такое озвучивать. Так. Смотрите, быть порно-звездой и сниматься в порно-фильме – это разные вещи. Многие люди, которые говорят, я хочу быть порно-звездой, не подразумевают в буквальном смысле, что они хотят быть звездами порно-фильмов. Они хотят только ощущать себя звездами секса. То есть людьми, которым так нравится заниматься сексом, которые так этим наслаждаются. Наслаждаются, что это выражается у них в желании показать себя на экране. Есть и такие. Получается, смотри, есть такие люди, которые хотят вообще вот так вот этим наслаждаются, что же хотят, чтобы все засняли, да уже показали. Знаете, какие люди есть? Домашние порно-фильмы пишут про домашние. Видео какие-то пишут. Так, про районы красных фонарей. Давайте еще почитаем. Кто хочет знать, почему районы красных фонарей так называются? Здесь под ответ есть. Это вопрос для телезрителей. Дальше идет цех в публичных домах. Эротические эскорты. Эротические эскорты. Стриптиз. Девочки по вызову. В действительности же корни популярности стриптиза отчасти лежат в знаменитом театре Мулен-Руж. Французский камкан и американский бурлеск демонстрируют два оригинальных театральных жанра, сочетающих музыку и танцы с эротическими обнаженными женские тела. С эротичным обнажением, а они только топом, у них же там, да, у них же топ, а так они в этих перьях, там, да, они там, знаете, ну да, это такое искусство. Я, кстати, была, знаете, была, как я сказала, в Париже была пять раз, то ли Мулен-Руж, там, да, у них два есть, знаете, у них есть Крэйзи Хоз и Мулен-Руж. В одном из них я была, такое представление, как бы. Кстати, знаете, я там была с англичанином, с англичанином. Никита не сказала, что это такой, знаете, стриптиз, который там потанцует, знаете, там, начинок в этих клубах. Там такое шоу-шоу, такие красивые девушки, такое шоу, знаете, как Альказар шоу в Бангкоке. Там такое, знаете, шоу, вообще представление, как искусство. Стриптиз, что-то такое другое. Так, ладно, почему-то говорят, стриптизе важный контакт с глазами. Ну, это как-то очень, ну, ладно, ну, как бы, сынка, ты тут прочитала, вот, вот. Так, хорошо. Сексуальные аксессуары, игрушки, снадобие, костюмы и прочие возбуждающие штучки. Ну, это вам прочитать не могу, вообще, на самом деле. Вы поняли, да? Страница 302, я так сама для себя просматривала. Игрушки для мужчин. Ну, да, попробуй, знаете, вот эти люди, которые работают в этих сэкс-шопах, вот там, вот эти, кто-то застал, афродизианки в разные эпохи. Да, такая вообще тематика, знаете, пошла. И там, где я посмотрела, в той книге, в общем, на самом деле. Да. Такая тематика, попробуй, знаете, вот так вот раскованно поговорить на такие темы. То есть, вообще, вот так вот, очень интересно. Я даже не решаю, что прочитать, даже прочитать, знаете, вот это вот. А, соблазни меня шоколадом. Так, ладно, любовное средство номер 9. Белье, всякие наряды, любовные заклинания, в общем, здесь что там играем? Как обезьяны. Играем, как обезьяны. В общем, ладно. У меня компьютер мой показывает, сейчас у меня только там 1 час и 28 минут. Мне показывают, что много килобайтов я уже засняла на этом. Килобайты показывают. Так что, вот, сейчас я буду уже выключать это видео. Нужно еще принять прохладный душ, потому что, ну, так, ну, это, ну, это, знаете, просто эти экзотические страны. Это экзотика, знаете, вот такой прохладный, прохладный душ опять принять. Как-то вот это, вы поняли, да? Сейчас приму вам прохладный душ, приготовлю себе такой второй ланч, такой обед. Легкий обед, такой салат, как в Парижах. Сварю макарошки. Вот, там, сделаю себе такой салат. Куриное вареное яйцо, макарошки, свежие огурецы, красная имитированная икра, немножко посолочного масла Каролина, немножко шашлычного кетчупа, немножко майонезика. Вот, вы поняли, да? Ох, такая пицца, пицца Роял в моем гранд-рестуранте. Вот это, как Агент 007, знаете, вот это пицца Агент 007. Вот, по моему собственному рецепту. Лака Феде Бьюз. Вот такие вот дела. Ай, да вообще, 369-я страница. Ну, я вам, я, мне даже, это не то, что вот это, я даже вам сказать, это прочитать, дальше еще такая, такая клубничка пошла. Вот это вот. Это просто жесть. Просто жесть. Я чувствую, что если я это прочитаю туда, мне там, вот, YouTube точно напишет, кажется, потому что, знаете, вам, короче, вот это вот видео, короче, куда-нибудь, вот эти вот сайты, которые были там разрешены, 3X, там, вот это, давайте куда-нибудь. Вот, вот это вот, это вообще, что это такое? Ну, да. Кому интересно, 369-я страница. Кому интересно. Ну, так, знаете, вот, пролистать, честно говоря, знаете, я даже так вот не задумываюсь, что ты вот так вот, я прочитать вам не могу, я только образом могу сказать, так вот интересно. Такое вот это, вот, знаете, как-то вот, это может быть, знаете, взаимно как-то интересно, на самом деле, то есть, ну, в смысле, я выше это вот смотрю, то есть, знаете, вот это вот. Ну, вопрос в другом, озвучить я вам это не могу, потому что, ну, думаю, вот, знаете, я вот выложу, я и так там все мои видео публикую, там, не для детей, в общем, как-то вот так. Думаю, ладно, я уже там, знаете, сразу помечала, YouTube не для детей, вот, ну, а здесь я вам, как бы, озвучить не могу, вот, потому что это какая-то вообще такая тематика, но, что, знаете, такой вывод очень интересный, вот, я, знаете, вот это вот смотрю, думаю, вот так хорошо, даже, знаете, вот, думать, что, ну, может быть, это понравится, вы поняли, да? И вот там вот кто-то там, ну, я так образно-образно говорю, и, в общем, ну, там, знаете, какой-то партнер там, или как-то вот это муж и так далее. Теперь заняться чем-то таким, где, во-первых, нужно предложить, потом поговорить, понимать, а как поговорить. Нужно иметь опыт на такую тему поговорить. Вот мужчина стал раздеваться. Мужчина, не надо раздеваться, вы меня смущаете. У вас, что там, какие-то татуировки, не надо снимать рубашку. Мужчина. Или у него такая, такая волосатая спина. Мужчина, в общем, не надо раздеваться. Мужчина уже стал раздеваться. Сейчас он начнет, наверное, это поливать еще. Да, кстати, знаете, он татуировки свои прикрывает рубашкой. Сейчас он идет купаться. Нет, он идет с бутылкой. Он идет с бутылкой наливать воду, жарко, я вас понимаю, жарко. Так вы бы окатились, мужчина, у вас там шланги. Взяли вот так вот, окатились, и все, иного проблем. Считайте, что уже искупались. Уже искупались. Сейчас он будет купаться. Воду льет на асфальт. Ему жарко. Он воду льет на асфальт. Зачем он воду льет на асфальт? Зачем он вообще вот эту вот воду льет на асфальт? А что от этой воды? Он думает, что там вот это озеро появится, океан, в котором он будет купаться, и я же не поняла. Или все-таки он считает, что он больше воды здесь нальет, и она будет, знаете, он будет более себя комфортно чувствовать. Ему надо было эту воду на себя, понимаете, на себя налить, а не на асфальт ее лить, эту воду. Ну, это так. Это, в общем, я так. Просто, понимаете, попробуй, знаете, вот это подумать. Знаете, здесь пока подумаешь, подумаешь, возможно, это понравится. Смотрите, какие моменты. Знаете, такой вывод очень интересный. Так вот думаешь, он хорошо, интересно, что-то такое попробовать, да? Ну, вот, потом думаешь, ну да, мне интересно, вот, но это же нужно сказать, знаете, там, или мужу, ну, я так вот, обобщаю-то, да? Мужу портюр, так это нужно еще как-то сказать, предложить. Понравится ли это ему, понимаете? Чтобы это было взаимно. Как-то поговорить. А помимо того, чтобы поговорить, то еще и еще делать надо. А то, что я вот это смотрю в странице, что это восьмая. Сказать, что, знаете, кто такой опыт-майндер, понимаете, это вот такое освещение какое-то, ну, там это нарезки закрыть, понимаете, а если этот свет включить, этим заняться. Так я даже, в общем, это просто какой-то вот этот вот, это так может, знаете, так это от ужаса, от испуга, от необычности, от чего-то такого, что, это так может, знаете, вот это вот, такая вот ситуация необычная, так может, знаете, вот так вот, может, знаете, сковать, знаете, вот как-то вот такой какой-то ступор. Ну, не просто ступор, это будет как-то так вот, так это будет необычно, вы поняли, да? Я немножко вот так вот просто рассуждаю на эту тему, что где там до удовольствия, понимаете, до удовольствия еще как бы далеко, потому что, понимаете, чтобы чем-то вот этим заняться еще вдвоем, то нужно расслабиться, вы поняли, да, насладиться, наслаждаться собой, вот такая интересная тема, правда? А это вот это вот, вот этот свет включить, и вот это вот вместо того, чтобы это наслаждаться, а вы, это же нужно такое, какое-то идеальное тело иметь, то есть свет включить, будешь вот это обозревать, будешь думать там, а вот это там, понимаете, не у всех же идеальные фигуры, вы поняли, да? Начнешь обозревать, а вот это, а вот там что-то, вот это, а у меня как-то вот это, а вот это, чтобы так хорошо я смотрелась, вот, и мысли куда-то там пойдут, а мне вот это вот надо, там, это депиляция, и у меня все это нужно сделать, вот это вот, вот это вот, и пусть там это отвлекаться, потому что этот свет, и уже, понимаете, уже вот этот вот момент удовольствия, он вообще уже упущен, понимаете? И получается, что это нужно предложить, чтобы партнер согласился, это нужно как-то расслабиться, вот это вот, как-то быть привычным, что к этому, к свету и так далее, это такая необычная ситуация, и я считаю, что в такой ситуации очень далеко, да, вот этого какого-то удовольствия, и получится, что даже если этот этап уже пройден, вот, может так получиться, может так получиться, что получится, что как-то это и не очень понравилось. А почему? А потому что, потому что вот так, вот ты будешь думать, а, ну, мне как-то это не очень нравится, мне не очень понравилось, а если еще вдруг что-нибудь, знаете, вот такое скажут, понимаете, даже, понимаете, из своего там, какое-то замечание, еще что-то, человек может на свой счет это принять, И вообще там, или закрыться, или еще что-то, а другой, может, просто как-то пошутил. Интересная тематика. Это я чего? Это я просто вот думаю, все возвращаюсь сюда, рассуждаю на разные темы, все к этим вот этим гаремам, к этим девушкам. Вы поняли, да? Такая интересная передача, она еще в советские, когда перестройка началась, про это была, такая передача про это. Получается, что что-то, знаете, как там говорят, там в школе очарования и так далее, может быть, это нужен такой уровень любви, знаете, настолько любить себя, уровень любви поднимать, знать себя, быть такой раскрепощенный вообще, то есть, ну, это нужно тогда, это, знаете, это плотно работать над собой. Настолько любить себя, быть такой раскрепощенный, что вообще, то есть, это вообще такая супер-супер большая работа. Переходим к другой книге о любви, сейчас будем читать книжку о любви Натальи Борисовны Правдиной. Вот, на этом видео оно, наверное, не получится, поскольку мне уже показал компьютер, что там эти байты, килобайты уже много, так что вот. Тема книжка о любви. А потом, ну, хорошо, предположим, все получилось, как-то как раз удалось расслабиться и поговорить с партнером, и все, и вот, в принципе, может быть, как-то вот, понимаете, вот это вот, предположим, оно, в принципе, как-то вот так вот получается. Но вдруг тут получается, что мысли отвлеклись на какие-то, понимаете, вдруг начинаешь думать о чем-то другом, о каких-то проблемах, житейских проблемах, то есть мысль ушла, понимаете, мысль, вот, как бы этим занимаешься, уже, можно сказать, что, в принципе, получилось, но думаешь о другом. И здесь тоже может не понравилось. Хотя, казалось бы, ну, практически, практически все уже, понимаете, пазлы они сошли. А мысль, понимаете, мысль улетела. Знаете, как говорят, нужно быть здесь и сейчас, и наслаждаться этим моментом. А мысль улетела. И только из-за этого момента, может, это что-то как-то не понравится, не очень понравится. А если это не очень понравится, то потом буду думать, ну, а что я буду этим заниматься, ну, как бы, короче, не очень. Вот это вот. Космический оргазм. О, давайте, в общем, к тантре. Здесь как-то вот это вот, потому что вот этот список, когда я прочитала, это вот-то вообще. То есть как-то космический оргазм. Давайте, в общем, космический оргазм, еще не такое, что-нибудь такое поэтическое, тантрический. Секс, тантра. Здесь смотрите, здесь на любой вкус, знаете, дальше. Секс, соединение тела, ума и духа. Тантрический секс. Занятие любовью в стиле тантра. Человек, увлекающийся тантрой, интонтрическим сексом. Тантра. С тех пор, как людей захлестнула растущая волна разводов и распадов взаимоотношений, пары обеспокоены поиском путей совместной счастливой жизни. Удовлетворение в сексе. Важнейшая составляющая часть любовных успешных взаимоотношений. Но смена позиций из секс-игрушек помогает лишь до поры до времени. Многие пары в поисках более интимного и длительного контакта обращают свое внимание на танклический секс. Они совместно учатся тому, как усилить свою любовь и сохранять сексуальную страсть на всю жизнь. Существует множество ошибочных толкований тантрического секса. Так, ближе к делу. Что тут такое? А что у вас с танклистом? А как у вас с танклистским сексом? Такой вопрос. А как у вас с танклистским сексом? По-видимому, слабовато. Здесь написано. По-видимому, у вас слабовато с танклистским сексом. Ладно, дальше. Оргазм по всему телу. Ох, давайте ближе вот это вот. Ближе вот к этому делу. Оргазм по всему телу. Вот это ближе к делу. Страница 381. Обладая такими достоинствами, как увеличение продолжительности полового акта, длительности оргазма и облегчение достижения многократных оргазмов у женщины, танклический секс в рекламе не нуждается. Однако, у него есть дополнительное преимущество оргазма по всему телу. Так, так, так. Это уже интересно. Я должна быстренько пробежаться сама глазами, а потом уже озвучить. Ну ладно. Запомнишь, это 382-я. 382-я читаю книжку из моей библиотеки. Горячие секреты великолепного секса. Книжка из моей библиотеки. Вот так. Габриэль Морриси. Габриэль Морриси. Дау любви. Да, сизм. Сексуальная магия. Тибетская мистика. Учитель дау любви. Тибетская литература. Древние сексуальные трактаты. Занятия любовью. В чем разница? Вот интересно, в чем разница между занятием секса и занятием любовью? А вы знаете, в чем разница? Есть такой вопрос. Есть ответы у некоторых людей на этот вопрос. Смотрите. Кто как это понимает? Очень интересно. Мужчина еще не вернулся. Мужчина ушел. А, он там у нее машина подъехала. На разгрузочку. Ну да. В чем разница? Интересно. Мужчина. 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 Как интересно, для меня даже интересно, Тим Саламан занимается позитивным мышлением с 2002 года. Ну да, знаете, я там в 2016 году, там было очень много-много мужчин, особенно там восточных, особенно здесь, да, ну да, таким этим мужчинам. Огромное количество мужчин в Грозном, было вообще 3000 мужчин на моем этом канале, на моей стране Тополит Пука. Я задавала такой вопрос, такой опрос был. Но из 3000 мужчин мне человек 20, в общем 20 там. Кстати, вот знаете, из 3000 20 человек ответила. Я задавала такой вопрос, но у них, понимаете, у них же прелигии, там, многоженство. Я спрашивала, вот кто мне может ответить на вопрос, может ли мужчина любить нескольких женщин? Очень интересно, правда? И тут, кто, и я сделала такой вывод, кто вообще был в теме, он сразу как бы в теме ответил. Вот. Вот такие вот дела. И это очень интересно. В чем разница между занятием сексом и занятием любовью? Вот это такой секрет. Я сама прочитала. Сейчас я здесь такую-то штучку сделаю. Нужно это. Страница 395. Может быть, я с этой начну мое другое видео. Очень интересно. Что мужчины на эту тему говорят. В основном мужчины, да. Не, это женщины тоже. Женщины, мужчины. Вот. Очень интересно. Ну ладно. В общем, что? В общем, с вами я. Моя эксклюзивная программа, моя творческая студия, позитивное мышление, силы, позитивные мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактуф-Санци. Смотрите два мои канала Ютуба. Татьяна Салмановна Мактуф-Санци. На русском, на английском языке. Там больше 6000 видео. 6400, даже больше. На каждом видео я. να там�� esper East Week. Емуreno Мактуф-Санци jung Пор cage. Салмановна Мактуф-Санци Продолжение следует...